Всем в Минске привет! Вот в Америке продаём японские инструменты. Ну вот так вот, и сейчас весело у нас на шоу тут. Ну это уже последний день, уже практически завершается уже. Да, устали уже. Мисс Макита вчера уехала, как-то вы сразу все завяли тут, весь мужской коллектив. Ну, потихоньку, да. Нам одним скучно без неё. Улетел обратно в Калифорнию, оставил у вас одних. Да, модель. Ну, что с ней сделать? Что делать? Бабочка? Да. Бабочка прилетела, с рыночками помахала и улетела. Да, да. Ну вот такие дела. Спасибо, Лёша. Нет, нет, всем привет. Я познакомился с Лёшей, он здесь 16 лет в Америке. Здесь выставка Festoola, кое-что новое появилось, сейчас покажу. Ну, это стол их неизвестный, FMT. Это OF-1400. Довольно неплохой фрезер. Но вот я говорю мужику, ну вот как-то он для дно руки, он тяжеловатый. Он говорит, ну да, двумя его лучше использовать, конечно. Также его можно вставить в фрезерный стол. Я говорю, мне будет жалко такой красивый вставить во фрезерный стол. А, нет, так у нас же есть типа фрезерный стол у Festoola. Сейчас покажу. Типа не жалко туда его будет вставить. И вот он нашел там в каталоге. Говорит, за три минуты он вставляется или вынимается из этого стола, и можно туда его работать вручную. И там типа удобно, настройки и все такое там удобно. И там мы немножко поговорили сравнительно этот фрезер с OF-2200. Ну и говорю, что единственный Festoola, который у меня остался, это RX-90 шлифмашинка. Но очень ее люблю. Сюжеповерты порадовали, так как они наконец-то выпустили что-то более-менее, ну, по их меркам, бюджетное. Такая насадка интересная, какая-то эксцентрическая. И такая вот угловая какая-то насадка интересная была там. Ну, это, в принципе, не новая. По-моему, вот эта эксцентрическая насадка немножко новая. Точно не знаю, какие из них там последнего года дрели. Знаю только то, что вот эта маленькая последнего года. Вот она стоит у нас 250 долларов. Вот я недавно получал рекламку. Там был на нее небольшой взор. То, что вот эта вот новая такая, по их меркам, бюджетная дрель-шуповерт. Далее вот стояли ребята отдельно. Они продают такие дополнительные прилады к фистулу. Именно к линейке фистула и домино-машине. Как вы видите, на FMT ставятся такие зажимы и цепляются за линейку направляющую. Такая микро-настройка. А вот такие вот базы, которые вставляются в отверстия для обвеси зажимов. Я говорю, ну что там, она такая типа микро-настройка нужна точно или что? Он говорит, ну в принципе, да, если работаешь с точными настройками, то и все это очень удобно с этой штукой. Для разных там инструментов, которые ездят по этой направляющей. Вот написано фирмой или Синека. Синека там рядом наклейка с фистулом. Далее он показал еще пару вещей там, которые как бы такой тюнинг домино, скажем так. Вот эта вот пластина, которая вы сейчас видите на экспозиции, он сейчас покажет ее на машине самой. Она применяется для работы с фанерой различной, какими-то плитами для быстрой настройки. Там на пол дюйма и на три четверти дюйма. Так забор опускается и туда зажимается эта фанера там или что, на три четвертых или на половину дюйма. То есть стандартные такие, скажем, фанеры, которые применяются в строительстве. Правда, честно говоря, не знаю, зачем такой классной машины соединять фанеру, но вот эта сама пластина алюминиевая. Как видите, там такие два выреза. Вот один вырез, ручка откручивается, в зависимости от того, какая настройка нужна на пол дюйма или на три четвертых. И она таким образом вот присобачивается к самой домино. Также у них там были вот эти вот как ступеньки для быстрой настройки упора. Они в дюймовой системе, потому что я так понимаю, что домино в миллиметрах и чипы для быстрой настройки этого вот упора. Сейчас вот она вставляется там, как ступенька такая, раз, скажем, одна восьмая дюйма, раз, три восьмых дюйма. Такая была экспозиция на улице и наконец-то добрался до них. Это пилорамы ленточные все. Очень хорошая фирма Wood-Mizer. Можно перевести как скряга по дереву. И вот я попросил его показать нам его машину, такую вот бюджетную LT-15. Эта машина стоит чуть больше семи тысяч, ручная, так скажем, 19 лошадей. И может перейти до там где-то метров семи в длину и ширину там, вы видите, примерно не сильно широкая. Ну там все ручное. Перелил он американский орешник. Значит, он что еще там рассказал про эту машинку за... Она более-менее такая бюджетная, эта линейка. Как я говорю, 19 лошадей. У нее там 6 подпорок каких-то, 3 роллера каких-то. Потом она может до 320 квадратных футов в час делать. Ну вот она была здесь за 7200 на распродаже. Такая. Не самая дешевая, что у них есть, но бюджетная. Сверху там какое-то мыло с антифризом или что-то, которое подается, видимо, для смазки или очистки ленточки. Вот эта следующая модель LT-30. Это уже такая более солидная. Она стоит на раз в два дороже или даже больше. И она уже там начинается гидравлика какая-то в ней. Пилятся всякие брусы вот таким образом. Пошире, подлиннее можно там делать. Ну, там уже мощнее мотор стоит. Пошире, подлиннее можно пилить. И гидравлика. Тебе там уже руками особо не надо. Я спросил, что там такая маленькая типа стоит. Ну, она просто не разложена. Она на самом деле не маленькая. А та, говорит, наоборот, это еще более дорогая. Она специальная для таких сверх больших каких-то бревен. До 36 дюймов ширина, говорит, пилит. А это какая-то, наверное, промежуточная. Такая прямо, которая на колесах. То есть ты ее подвозишь прямо. Это как вариация, скажем так. Тоже 1025 она стоит. Тоже там гидравлика. Мощный мотор стоит, как вы видите. Машинки, короче, обалденно классные. А эта машина опиливает боковины. После того, как они изначально были напилены вдоль. Далее я пошел обратно внутрь. И на входе покажу уже, раз пошла тема про дерево. Продаются вот различные экзотические кусочки для токарных различных поделок. Как вы видите, подороже, подешевле. А здесь продаются вот доски. Американский орех. Вот какой-то Фред уже купил. Такие распилы отлично, конечно, взял. Пошлифовал, на ножки поставил. По крылакам интересовал, готов. А здесь интересно было, ни разу не видел, трендовская система для заточки. Тележка, алмазы и различные другие преценталы. Сейчас посмотрим поближе. Видимо они недавно вышли на маркет. Также там какие-то алмазные напильники различные. Куски кожи, пасты. Кстати, шаблон для настройки угла заточки. Вот сама тележка. Как видите, можно и узкую. Долту сжать и железка. Мне понравилась системка эта. То есть ты ставишь ее колесиком в такой паз. Там, видите, там такая прорезь куленькая. И у тебя как бы железка на ступеньку кладется. И ты можешь выставить таким образом легко очень угол. Там 30-35 градусов. Отличная система. А вот сама коробка. Можно купить ее. И она там стоила на шоу 190 долларов. Также вот эти вот надфили, напильники алмазные. Подтачивать какие-то сверла. Всякие такие... Ну, что угодно можно. Это более маленькие просто. А вот эта жидкость, которая на алмазы брызгается или наносится. Паста. Гоя. Кусок кожи. Ну, это понятно. Я вчера немножко снял, но смотрю, что совсем мало было. Чуть-чуть подробнее остановлюсь здесь. Думаю, будет интересно. Тут довольно премиальные резцы различных фирм. Это Robert Sorby. Такие вот резцы с такими колесиками. Наносить текстуру различную. Там стоят вот эти вот с алюминиевыми ручками от Картера. Резцы. Такие тяжелые довольно они. И там, по-моему, были дальше Easy Tools. Тоже такая довольно известная фирма. Ну, эти резцы все. Я даже, честно говоря, цены не смотрел. Там под сотку, наверное, каждый. Вот там я вижу Robert Sorby. Вот это вот Easy Tools, по-моему. Это, наверное, чуть более побюджетнее будет. Но, опять же, тоже цены что-то я пропустил. А там, как вы видите, далее были какие-то мастер-классы. Кстати, те же Easy Tools они показывают. Вот этот интересный мужик Джим. Известный Woodworker. И вот также он для журнала Wood пишет много статей различных. Пожалуйста, запомните его имя. Он понадобится чуть дальше, в следующем видео. И здесь вот тоже какие-то дедушки показывали свои работы. Почему-то я не видел их в предыдущий день. Может, они там не выставились или... Ну, в любом случае, посмотрите, какие прекрасные изделия. Меня поразили просто. Для того, чтобы я не видел таких на картинках, но вот так вот, когда на их смотришь в живой жизни, конечно, больше впечатляют. Эта ваза просто оригинальная. С теми отверстиями для фруктов или чего. Отлично просто сделано. Вот это в ваших глазах мельтешит от такой вазы. Вот это в ваших глазах мельтешит от такой вазы. Такой интересный тоже сосуд. А вот тут у них, как вы видите, технология показана. Вот они, эти круги полу еще не склеены. А вот слева, видите, там лежит доска, набранная из различных планок, которые потом будут использоваться. Ну, вот еще несколько изделий тоже интересных. Вот этот грибок, так Ирини, делает в дереве, как вы видите, черный там. Специально его так сохраняют потом. И вот тоже самое. Кап, тоже какую-то интересная древесина. Но видно, что вот такой листочек какой-то там, знак какого-то мастера. Вот эта зеленая, это такая эпоксидка смешанная с красителем. Она делает, как будто там медь. Вот кап тоже, тоже этот мастер сделал. Видите, такой у него свой знак какой-то. Очень аккуратно сделано, мне нравится. Даже снизу, когда смотришь, все так аккуратно. Вот, наверное, этот мужик и делал. Я уже даже не помню, показывал, не показывал эти вазы, но я уже покажу, чтоб точно было. Это была еще одна экспозиция. Такие простенькие системы для инкрустации, инлея. Продаются вот такие вот из-за стекла шаблончики. Также вот эти насадки на фрезера с самими фрезами. И ты вот, любой человек, может просто взять и легко какой-то узор, скажем, набить на мебель или на что-то. Сейчас мы посмотрим, как он это делает. То есть вот он взял этот шаблон, наклеил на двухстороннюю ленту, на пластик прямо, на доску прямо. А доска сама наклеена на такую, как пенопласт типа, чтобы фреза немножко в нее ушла сверху. Потом он ее просто выковыривает, потому что у нас снизу там тоже как бы приклеена к пенопласту. И это вот часть цветочка показывает. Потом, когда он все это вырезал, он эти части намазывает обильно клеем, вставляет и забивает просто их сюда. То есть здесь все стандартно. Далее. Он показывает, что она подходит идеально. Сначала немножко спереди сзади ударил, чтобы удостовериться, что она пошла правильно. И потом уже можно до конца ее туда залупить. Потом он показывает какую-то известную технологию, как мельчайшие заделать щели там. Он просто берет тряпочку, немножко клея размазывает. Но там уже клей есть. Немножко, чтобы везде он там был. И потом наждачкой этот клей смешиваю с опилками, с пылью с этой. И втирает ее туда пальцы. И потом еще этим инструментом. Тогда потом получается все идеально. Вот тоже примеры их шаблонов. Вот там лежат они. Там очень много у них было шаблонов. И номера, и буквы там, и что угодно. То есть там целые полки. Один из многих только. Вот, кстати, тоже их работы. Они такие, конечно, полудетские эти работы. Таким шаблоном ты сильно что-то такое очень мелкое не напилишь. Но вот такое более-менее грубое, большое можно. Я у него попросил попробовать. Спросил у меня, ты на кого работаешь? Я говорю, да не на кого. Снимаю на YouTube. Ну, чувствуется, что мы, конечно, острые очень. Вот тут вы видите Веритаса. Выставку, которую мы вчера посетили уже. Интересный мужик там стоял. Француз. И в 2016 году он разработал вот этот вот. Он говорит, что со своим отцом они разработали вот эти рубанки, которые работают на сменных лезвиях. Вначале, говорит, вот этот первый был прототип, который работал на простом лезвии для бритья. 62-й или 64-й год, что-то так он говорит там. Потом они вот начали работать на таких более толстых лезвиях, которые применяются в ножах различных там. Ну, это все, конечно, одноразовые лезвия. Зажимается, показывает. Мне это, конечно, не сильно нравится. Такая система тонких лезвий, хлипкие. Ну, вот он показывает, что работает это все дело. Примущество то, что, конечно, если там тебе на месте, ты берешь стандартные лезвия, вставил. Не точить, наверное, ничего. Если тебе чуть-чуть там... Ну, это даже, наверное, не для мебельщиков, а для каких-то столяров, плотников, которые там где-то работают на стройке, или там какую-то дверь подогнать, где там особо не нужно хороший рубанок иметь, где не жалко там на гвоздь, на лицетеле, что-нибудь такое. Короче, имеет право на существование такая идея. Меня просто что прикололо, что он именно сам изобретатель из Франции. Приехал, показывает, рекламирует. Я видел, что он и продавал их тоже там. Кто-то покупал даже. Можно ими выбирать, как видите, и пазы, и поверхностей шлюбовать. Все, что угодно. Это я у него еще раз удостоверился, что это вы сами забили. Говорит, да-да-да, это я. Это отец начал, это в семье, то есть все это. Короче, все настоящее. Не китайское. Ну и надо было не обойти тоже такой был, как блошиный рынок. Он там был в самом конце, за стендами. То есть его даже и не было видно. Такие дешевые китайские инструменты, фрезы. То есть как бы в открытую продаются какие-то нан-брендовые вещи. Ну, соответственно, они и стоят дешевле. Иногда, кстати, не так и плохо. Если там тебе это надо на раз, на два. Не имеет смысла платить здесь что-то хорошее. Попользовался, выкинул. В любом случае. Раз оно там было, я должен показать это. Цены там плевые. Там могут быть пару долларов там за, не знаю, там за молоток, там доллар за фрезу, там или пару долларов за фрезу. Все такое очень-очень бюджетное. Ну, соответственно, там и видно и по упаковке, и по фирме, и по всему, что это невысокого качества, как правило. Здесь даже никакого нету порядка, и я даже не понимаю тут какой-то сбор блатных. Все навалено просто как попало по металлу, по дереву. Годичные инструменты. Фрезцы. Ничего не понятно. Это целая какая-то куча маленьких фрез бюджетных. Наверное, на вес их продают или что. Да. Хорошо. 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 Но вот. еще какие-то фрезы тут а это было как лотерея вот те кто люди пришли со своим билетом каждый мог по одному голосу кинуть ящик и выигрыш вот это вот ленточная пила от пароматика за полтора штуки и вот вот этот мужик вы потом познакомитесь с ним он мастер-класс один будет моих следующих видео показывать вот фирма картера представлял там это по-моему даже владелец позвал жену чтобы она вытянула билетик и говорит давай покрути мне да не задницей рукой папа по шерде там и посмотрим кто там выиграет ну в принципе что там смотреть я не вы не знает от этого мужика какой-то майкл хара повезло хорошая ленточка я бы сказал даже отличные ну и выгодно потому что все равно эти береты там стоит 12 долларов скажем сколько там десятки тысяч людей пришли на эту выставку друзья в следующем видео вы знаете чей проект и какой проект победил на этой выставке получил вот этот приз от боша и с этим проектом позировала эли мелов мисс макита 2016 спасибо за внимание ребята до свидания и и и и и